Сегодня пойдет речь о самом распространенном виде преступлений. Это открытом похищении сумки из рук гражданина. Сумку могут похитить, когда человек переносит ее в руке. Сумку могут похитить, когда человек несет ее вот так вот на плече. Сразу подчеркну, что самый безопасный способ переноски сумки это вот такой. Когда вы надеваете ее вот так через голову и располагаете ее впереди себя. Таким образом можно ее прижать и собственно идти вот таким вот образом. В таком положении вырвать сумку очень тяжело, если не будет перерезан ремень. Об этом мы сегодня говорить не будем, мы будем говорить о типовых видах преступлений. Итак, ну если так происходит, что нет длинного ремня и человек несет сумку так в руке. Либо если есть ремень и человек настолько беспечен, что несет сумку вот так. Ну или вот вышел только из машины, сумку еще не успел перекинуть через голову и надеть ее безопасно. А несет вот таким вот образом на плече. То давайте разберем ситуации от простого к самому сложному. Итак, самый простой вид похищения сумки это когда человек вот так беспечно несет ее на плече. Преступник подбегает, срывает сумку вот таким вот образом и сумка уходит из рук. Смотрите внимательно. Подход преступника может быть сбоку отсюда. Вырывайте сумку. Подход преступника может быть сзади и вырывает сумку. И подход преступника может идти навстречу. Когда он идет навстречу и вдруг дергается сумка и человек вырывает сумку. В этом случае, если все-таки вы попадаете в такую ситуацию, то идеальный вариант руку всегда держать здесь. И как только следует рывок, вы его не почувствовать не можете делайте. Вы сразу должны прижать вот так руку. Таким образом у вас создается замок. И сумка, ремень сумки располагается на локтевом сгибе. То есть вот отсюда уже сорвать сумку, ну, очень тяжело. Поэтому вот это положение. Еще раз давайте посмотрим, с какой бы стороны подходите сзади и срываете сумку. Я якобы иду, вы срываете сумку. Видите, я сразу же закрываю замок руками. И все, и сумка повисает на локтевом сгибе. Я сейчас специально не говорю о том, каким образом бороться за сумку. Об этом сейчас пойдет речь дальше. Итак, преступление, которое состоит в том, что у вас открыто могут похитить сумку или пакет. О пакете тоже сейчас говорить не будем, потому что все-таки пакет – это другой материал. Он может порваться в процессе вырывания из рук. Сейчас мы говорим вот именно об этом. Так вот, преступление это состоит, условно говоря, из трех стадий. Первая стадия – это когда захват еще не произведен. Когда преступник подходит, стоп, и вы видите или замечаете, или не замечаете, то есть человек находится на близком расстоянии. Он может подойти шагом, он может подбежать, он может быть, находиться рядом и вдруг резко сделать рывок и сорвать сумку. То есть это первая стадия. Вторая стадия – когда захват уже произведен и следует первый рывок. То есть первые попытки похищения сумки, то есть человек резко дергает первый раз. И третья стадия – когда ему не удалось вырвать сумку, и происходит борьба. Идет попытка вырвать сумку, и человек пытается ее защитить и пытается каким-то образом ее сохранить. То есть вот три стадии. Если мы говорим о том, каким образом лучше всего предусмотреть и сделать так, чтобы оно не было совершено, это необходимо сделать так, чтобы уже при подходе преступника он не смог захватить. Вот смотрите. Если я иду, опять-таки сейчас рассматриваем только вот такое ношение сумки, потом я покажу, как это делается, когда я держу ее в руках. Если преступник подходит, и вы видите, что резко рука идет на захват, достаточно только убрать плечо, опять-таки сохранив замок в любой ситуации. И фактически сразу же он захват произвести не может. Видите? Еще раз. Давайте набегайте оттуда и попытайтесь сорвать сумку. Я иду. Идет движение. Раз. То есть задача не допустить преступления – это, по сути дела, самый желательный сценарий для любого человека. И, к слову сказать, самый легкий. Но, к сожалению, преступление, которое состоит в открытом похищении сумки или рывок сумки, состоит в том, что начинается и происходит оно очень быстротечно. Начинается внезапно и происходит очень быстротечно. Чаще всего человек, который передвигается сегодня по городу, настолько загружен своими мыслями, своими проблемами, что он, в принципе, окружающего пространства не замечает. Поэтому первый способ предотвратить похищение сумки, да и нападение и всего остального – это возможность спокойно, подчеркиваю, спокойно, контролировать окружающее пространство и приближающихся людей. Если человек приближается быстро, то уж поверьте мне, он не может приближаться быстро к вам спереди, сзади и сбоку с какими-то добрыми намерениями. Чаще всего это что-то неадекватное. И лучше перестраховаться. Перестраховка состоит в том, что когда человек быстро приближается и делает несколько шагов на меня, быстрые шаги на меня, я делаю сразу же попытку сохранения дистанции. То есть я пытаюсь сохранить между возможным потенциальным нападающим и собой определенную дистанцию, которая не даст ему совершить какие-то действия. Нужна ли для этого подготовка? Нужна. Нужно уметь сбалансированно двигаться. Могут ли люди сегодня, особенно, извините, женщины и пожилые люди, сбалансированно двигаться, то есть двигаться быстрыми шагами, условно говоря, отбегать, то есть совершать определенные, как в нашей системе говорится, тактические перемещения, не теряя равновесия? К сожалению, нет. К сожалению, этому нужно учиться. То есть получается, что даже на первой стадии преступления, когда еще даже захват не произведен, даже уже на этой стадии преступления, совершения преступления, необходимо иметь какие-то навыки. Хотите вы это или не хотите, это необходимо уметь. Можно ли это уметь двигаться, то есть уметь разрывать дистанцию, бегом, шагами, настолько быстрыми, пытаться работать и двигаться сбалансированно в пожилом возрасте? Можно. Можно ли это делать для женщин на каблуках? Можно. Только для этого необходимо учиться. Но, к сожалению, люди учиться не хотят. Итак, второе. Сумку на первом же этапе, на первой стадии преступления можно нести так. Если вы несете так, то здесь происходит то же самое. Когда происходит захват, захватывайте, раз, видите, и происходит первый рывок, то для того, чтобы сохранить сумку, конечно же, нужно уметь хорошо сжимать свою руку. То есть нужна крепость пальцев. Это раз. Второе. Нужно уметь рефлекторно, как только произошел рывок, еще раз, рывок, сразу же принимать сбалансированное положение. То есть это вот на первом этапе. Если мы говорим о том, чтобы не допустить вырывания сумки из рук, когда вы несете ее вот так, то здесь тот же самый метод. То есть достаточно, если человек даже приближается там оттуда сбоку, вот оттуда, да, и вы, условно говоря, сейчас смотрите, вы сейчас пробежите вот таким образом, попытаетесь вырвать сумку, и пробежите перед камерой. Я иду, вы пытаетесь вырвать сумку, пытаетесь раз. То есть смотрите, если я, еще раз, если я заметил человека, который быстро ко мне приближается, то зачем же оставаться на месте? То есть необходимо сразу же убрать, еще раз. Видите, я убираю сумку вот таким вот образом. То есть я делаю отступление, делаю шаг назад, то есть я схожу с траекторией движения человека, теперь оттуда то же самое. Да, 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 еще раз. Видите, видите, то же самое. Видите, я могу прикрыть, я убираю ее от возможного захвата. То есть опять мы приходим к одному и тому же выводу, что если человек контролирует окружающее пространство и умеет двигаться, чему нужно учиться, то он сможет избежать похищения сумки, даже если человек подбегает сзади. Почему? Потому что обратите внимание, то есть если, я сейчас покажу, смотрите, встаньте, пожалуйста, прямо за мной, прямо за мной, прямо, прямо за мной. Вот так. А вот обратите внимание, сейчас потенциальный нападающий стоит прямо за мной. Если я поверну голову, я все равно его вижу. Если я чуть-чуть хотя бы смещаюсь, вот так, я уже вижу за собой потенциального нападающего. Следовательно, когда вы идете и контролируете окружающее пространство, и вы увидели краем глаза, что кто-то находится позади вас, то даже если вы быстро приближаетесь, попытаетесь вырвать сумку, я все равно вас вижу. То есть это очень важно. То есть, значит, получается, что человек, по большому счету, слепая зона у человека находится прямо позади него, вот четко за его затылком. Если человек стоит и поворачивается так, я уже вижу камеру. Хотя я стою спиной, видите, я вижу камеру, я вижу, как меня снимают. Вот. Значит, фактически, что когда вы двигаетесь по улице и предполагаете, что может быть преступление совершено, вы идете и спокойно контролируете окружающее пространство, и если вы замечаете человека, который находится позади вас, то сделайте так, чтобы он не попал в слепую зону. Вот это, вот это слепая зона, я здесь его не вижу. Хотя вот чуть-чуть, повернул голову, я уже вижу. А как это доказать? Смотрите, вот я сейчас чуть повернулся, вот так, я уже вижу человека. Поднимайте руку. Вот он сейчас поднял левую руку. Поднимайте еще руку. Опять левую руку поднял. Видите, то есть я уже вижу его краем глаза, значит, в принципе контроль, спасибо, значит, в принципе контроль возможен. Итак, это первая стадия совершения преступления, на которой уже можно сделать так, чтобы вашу сумку не похитили. Вторая стадия, когда произошел первый рывок, и рывок не удался, то есть вы удержали. Если вы не удержали, то, к сожалению, уже все, проблемы возникли. Итак, вот первый рывок. Он совершается либо вот так, когда он берет за ручку, либо он совершается, как мы уже с вами показывали, вот так, и я зафиксировал руки в замке. Я пытаюсь, условно говоря, бороться за сумку. Значит, чего нельзя делать? Когда человек делает первый рывок, а потом совершает еще пару рывков, он, как правило, делает это либо с хода, с разбега, либо он достаточно силен, чтобы делать сильный рывок. Если человек, особенно, условно говоря, женщина, пожилой человек или человек неподготовленный, будет пытаться устоять на ногах, то в любом случае рывок будет настолько силен, что человек упадет. Сделайте сильный рывок. Видите, я пытаюсь, я пытаюсь стоять на ногах, но меня сильным рывком срывают с площади опоры, и если человек неподготовленный, он может упасть. Еще раз рывок. Вот, я сейчас могу уже упасть. Чтобы этого не происходило, делаем следующее. Смотрите внимательно. Ни в коем случае, когда человек пытается вырвать сумку, давайте немножко так вот продвинемся, сделайте несколько рывков поступательных позади себя. Делаем. Видите, что я делаю? Видите, я пытаюсь не стоять на ногах, не пытаюсь стоять на месте. Я пытаюсь компенсировать движение вырывания сумки тем, что я делаю небольшие полушаги. То есть, это тоже определенные тактические перемещения. Этому тоже необходимо учиться. Просто так это не получится. То есть, крепость захвата, возможность совершать перемещение, которое компенсирует рывки, может сделать так, что человек прекратит попытки вырвать сумку, делайте сюда, видите, прекратит попытки вырвать сумку и убежит. На этом этапе, для того, чтобы облегчить себе возможность удержать сумку, вторую руку можно поставить вот сюда, вот так, в замок. Либо можно еще раз попытаться взять второй же рукой за ручку. То есть, любой замок, который вы берете вот так, может облегчить вам возможность удержать сумку. В этой ситуации, я уже говорил, здесь облегчает ситуацию замок руками. К сожалению, на этапе, когда человек врывает сумку и вы начинаете за нее уже бороться, это третий этап. То есть, прошел первый, когда вы не смогли уберечь сумку от захвата. Пошел второй этап, когда человек рванул и вы все-таки ее удержали и вот сейчас наступает третья стадия, когда возникает борьба за сумку. Вот, к сожалению, вот в этой борьбе, когда человек дергает, дергайте, я не даю. Вот здесь возможно со стороны нападающего удары руками, ногами, как угодно и, к сожалению, возможно даже удары оружием, если человек настолько отчаянный и настолько решил все-таки похитить именно вашу сумку. Что здесь можно предпринять? Смотрите внимательно. Если вы начинаете дергать, дергайте, дергайте, дергайте и вдруг наносите удар, если я уклонюсь сюда, то удар не пройдет. Еще раз, удар, удар, удар. Делайте удары любые. Видите, я начинаю бороться за сумку, двигаясь, видите, вот двигаюсь сюда. Вот. Вот. Таким образом я не допускаю ударов. По поводу ударов ногами, обратите внимание, то есть от ударов руками мы уходим уклоном. Более того, мы можем уйти подставляя локти, мы можем уйти подставляя плечи, то есть все то, что вас может уберечь, это ваше уклонение и постоянное движение. Раз. Второе. Если человек наносит удар ногой, достаточно дернуть, то есть в тот момент, когда он бьет, и удар уже либо будет очень слабый, либо не пройдет совсем. Спасибо. Итак, получается очень важные принципы, которые должен запомнить любой человек, особенно сегодня. Итак, когда у человека пытаются вырвать сумку, есть три стадии этого преступления. Когда захват не произведен, происходит быстрое приближение. Вторая стадия, когда захват уже произведен и происходит резкий рывок, один или два, то есть это первая попытка вырвать сумку или пакет. Третья стадия, это когда происходит борьба за сумку. На этой стадии возможны удары руками и ногами. Идеальный вариант для неподготовленного это не допустить похищения сумки на первом этапе, то есть убрать ее, как я показывал, в момент приближения и попытки протянуть руку на захват. На второй стадии, к сожалению, удержать сумку тяжелее, особенно для неподготовленного человека. И если происходит третья стадия, а именно борьба за сумку, а человек не подготовлен, он теряет равновесие, его могут сорвать с площади опоры, он не умеет уклоняться, это еще более серьезная ситуация, то есть здесь фактически человек может еще и пострадать. Кроме самой защиты, что можно еще предпринять в тот момент, если вы все-таки не успели предотвратить преступление на первом этапе, произошел первый рывок, вы не успели, но все-таки удержали сумку, и происходит борьба за сумку. Давайте попробуем. Итак, я держу, человек захватил. Помимо того, что вы можете уклоняться, еще раз, я уклоняюсь, защищаюсь, если вы владеете приемами рукопашного боя, то вы можете в принципе и отвечать. Я могу ответить, ударить по руке и освободить свою сумку. То есть по большому счету любая подготовка, еще раз удар, осторожно, в локоть, да, в локоть, я могу бить, я специально показываю грудь, хотя в принципе можно бить в голову, да, в любом случае я защищаюсь удар ногой, я защищаюсь удар ногой, снова могу нанести удар ладонью, могу нанести удар кулаком, могу нанести удар снизу, могу нанести прямой удар, могу нанести удар в запястье, если он тянет на себя, могу нанести удар локтем в голову, то есть он же рвет на себя, идет рывок, я делаю движение, фактически подчиняюсь его движению и бью локтем в голову, соответственно бью дальше кулаком, бью по руке и могу сохранить свою сумку. Все это произойдет в рамках правового поля, если вы не применяете оружие, вы, в принципе, можете не успеть его достать, если даже оно у вас есть. Но в любом случае подготовка, к чему я все это веду? Я говорю о том, что даже на самые простейшие элементы, которые способны сохранить и ваше здоровье, и ваше имущество, и вашу жизнь, все равно требуют тренировки. Если вы не утруждаете себя этим, то вы, в принципе, всегда в числе вероятных жертв. 99% что вы станете жертвой. У нас в жизни случаются разные периоды. Сумки похищали и будут похищать. Но, к сожалению, бывают такие моменты, когда рост таких преступлений наблюдается просто взрывной. Наверняка вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому я призываю всех, посмотрите этот материал еще раз, проанализируйте то, что я говорю. Если у вас даже нет желания заниматься, ну хотя бы что-то попробуйте вместе со своими родными, и уже у вас будет какой-то шанс и сохранить свое имущество, и сохранить свое здоровье, а может быть даже жизнь. Если вам интересно, подписывайтесь на мой канал. Заходите на сайт extreme-fight.org. Мы открыли специальный учебный курс, где набираем людей и обучаем их дистанционно самым разным элементам, приемам самообороны. В том числе это и теория, и психология, и юридические аспекты. Все это вы можете найти на сайте и в описании к этому ролику. И помните, никто не сможет защитить вас лучше, чем вы сами. Субтитры создавал DimaTorzok